Звездный час 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 Этот ансамбль уважается и любит, и все ждут этот ансамбль, потому что он великолепно исполняет те песни, которые, как говорится, надо же уважать, которые обеспечивают себе и настроение, и создают такую ситуацию, при которой жить, как говорится, и хочется. Такое химистическое начало. Это не ансамбль шоу, это не шоу ансамбль. Это очень серьезный коллектив, который искачает такую грозанскую позицию очень сильную и бессмертную в этом заключать. То, что мы и говорим. Поэтому то, что сегодня мы, как мы уже говорили ранее, в нашем ресурсаре появились произведения, как бы в угоду, как я сказал, хотя это не в угоду, это просто, ну, поиски, ну, как раз. Веление времени, да? Веление времени. Веление времени, да. Я думаю, что это проходящее и приходящее. А вот это основа ансамбля, именно в Аминской артистке, что те песни, о которых говорят, они все равно бессмертно, они останутся. Вот в этом наша сверхзадача. Не уйти и главное, но и, скажем, выговорить с молодежью, с современным языком. Именно о молодежи, как я знаю, это, по-прочти, зрители, в основном, среднему. Да, недавно мы приводили мониторинг по теме грязни, которые, в нашей поведке, у нас очень симпатично молодой человек, он сам проводил, появил инициативу. И такую схему он представил, на которой было ясно, образная в фигуре посещаемости. В основном, это люди пожилого года, 50-60 лет. Это где-то 60%. Остальное молодежь. Теперь, что хотела бы молодежь, уходящая из зала и говорящая о впечатлении, о концертах или ансамбле, говорили, что хотела бы побольше современной музыки. Вот они, наверное, в какой-то смысле правы, потому что можно и сделать ремитры, как сейчас говорят, произведения некоторых, сделать более, может быть, более ремичные, более хорошее, более современное, нехорошее, более современное, аранжирование, чтобы была привлекаемость, чтобы была уже передача трагиции такая-то, то слово, которое было когда-то сказано, чтобы оно сохранялось и шло дальше это слово. Не менялось, как бы, да, вот эти тексты, чтобы они оставались, потому что раньше песни писали с элементом содержательности, они были очень содержательные, эти песни, и мелодичные, поэтому они и остались. А вот эти бабушки, песни бабушки, они, ну, приятели, приятели, они как бы не остаются. Но молодежь должна знать эту классику, какие-то классики песенного жанра, поэтому эти песни надо исполнять очень хорошо, может быть, каким-то, еще раз говорю, элементом современного, так сказать, изложения, современного исполнения, нового голоса, нового премьера. Вот сегодня, кстати, будет один номер, а также один номер, будет исполнять столицу нашего ансамбля песни и пляски, ну, совершенно в новом ряде, он сам, кстати, превосходный молодой человек звучит. Ну, это очень интересно, хотя, опять же, это такое современное изложение, может быть, в этом не есть смысл привлечения молодежи к нашему ансамбле. Чтобы, кроме этого, она услышала самое главное, песни о Родине, песни о Баране, вот то, что нам присуще, то, что мы должны относить. То есть, ты говоришь, тут еще об одном детской студии Александра, скажешь, пожалуйста, о том? Честно говоря, этот ансамбль пришел недавно, я не могу точно дать характеристику, ну, результат работы юных коллективов, но само спецназвание уже, в том числе, юные дети, это уже, как бы, хорошо. Главное, чтобы эти дети, на самом деле, это, как бы, мы, якобы, готовим к адресу нашему ансамблю, потому что они при ансамбле руководят, преподают некоторые дисциплины музыкальные, это будущие нашего ансамбля. Естественно, называя семьями александровцами, они, безусловно, спичат вся те характеристики, которые есть у нас, и эти ресурсуары поглощают и исполняют эти ресурсуары, которые, вот здесь, производные ансамбль Александрова. Ну, на этом очень, мне кажется, вообще полезно, когда дети в орбите внимания, в орбите хорошего классического искусства, искусство, которое, так сказать, находится на очень хорошем уровне, а конь является ансамбль Александрова. Я такой вопрос хотел, похоже, задать. Понятно, что основа и большинство участников ансамбля – это высочайший профессионал с хорошим образованием. Вопрос такой, проходит ли срочную службу сейчас в ансамбле, как бы, в то время, когда я служил, по-моему, на курсе служил в ансамбле. Конечно, это происходит по притыву. Они обязательно должны проходить, тоже по притыву, потому что, ведь у нас здесь высшие механические заведения, выпускники которых, или студенты, которые идут служить в армию. Вот таким образом в армии еще с двухлотом, вот на манере памяти и пример, когда я с другой структурой, я возьму в камеру служил, симпанический артест Министерского обороны. Евгений Светланов, дирижер, Геннадий Разгейсинский, ну, еще приятно, дирижер написал письмо, тогда же Министерство обороны, о том, что в армию служил совершенно талантливый музыканты в турнии, ну, то есть, по-моему, в армию оркестра, а служить ему в армии нет. И был такой паспорт, очень сильный, который позволит поднять, конечно, отец Министерства обороны, существующие двое людьми, ну, где-то 25 лет, сейчас он, наверное, на росту, вот, все известные, извини. И таким образом приходят служить нам и вокалисты, и степцы, и выпускники, там, в хоровой академии, и все, потому что это очень правильно, так же. Они должны служить, но у нас есть достаточное количество, они у нас и в болезни, и в армии, и в хоре. Я такой учитель консерватор, это композитор, и, естественно, в ансамбле я родился с основным аранжировками, и есть ли сейчас у вас, служит ли кто-то из композиторов? Нет, я говорю, Анна, я считаю, что это срочно так. Нет, композиторов нет, но есть очень совершенно талантливые ребята, ну, во-первых, выходить. Нет, у нас есть струнники, играющие на русском компонентах. Что касается композиторов, у нас есть ли здесь? Ну, кто играет на русском? Да, конечно, конечно, конечно. Композиторов пока нет, но если понять композитор, мы все делаем для того, чтобы вот Алантов, все объемы еще раскрыли. Чтобы это время работы. Я просто, почему это говорю, я вспоминаю службу вами, хотя это было непросто, когда за ночь нас было аранжировано до тридцати и более песен, допустим, когда собирался Совет Варшавского договора, 14 стран, меня вечером вызывает начальник и говорит, утру по три песни каждой страны. Я клянусь, партитуру, кстати, было надо, написал сразу голоса. Державая это все в голове и сам садился за их суме, но это опыт, который я никогда не забыл, и мне очень негативно в жизни потом. Пожалуйста, ваши вопросы. Друзья, еще раз, Татьяна Сминна, город Куркут. Если можно, я поговорю с темой расширения сексуара. Нескар Горного, я не помню, что это не участие в тех конференциях, вместе с Антоном Губанковым, по поводу конкурса, который объявляет Министерство культуры на насекание сексуара. Вот вы верите, что этот механизм может помочь расширить инфекцию и может родить эту сексуарь, которая, ну, подобно Кмугляну, пойдет народу. То есть Кмугляну как раз и дает народу жизни, да? Я не верю, что появится такая вещь, как Кмугляну, потому что от Кмугляну уже никто думает. Другая вещь не появится. Вот, что касается верения, я не верю. Конечно, я верю, потому что, скрывая этот конкурс, мы верим в то, что появятся новые произведения. Причем номинации, там 9 номинаций, и каждая номинация на собой имеет определенный грант, что ли. То есть материальная мутилицованность, хотя бы это тоже должно подтолкнуть. Но мне это может быть главное, просто есть, скажем, посыл в том, что пишите. Есть адрес, куда вы можете прислать эти произведения, и есть люди, которые могут эти произведения рассмотреть, оценить, и ты будешь уже, так сказать, знать свои, как бы, возможности, профессиональную оценку, что позволит тебе дальше работать над собой. А репертуар нам, конечно, необходим. Особенно песни о Бады не нужны нам, на самом деле, о современной армии. Песни о Родине нужны хорошие, о России и так далее. К сожалению, мало. Марши нужны военные. Никто не пишет военные марши. Ну, ну, да, да, да. Что, что? Я пишу марши, я их, к сожалению, не пишу. Напишите еще, пожалуйста. А вот про одно время. Что последнее время появилось в Респектуаре, но, наверное, было не дешево произвести? Ну, появилось довольно много песен, и все, конечно, здесь сложно будет. Тем не менее, во-первых, ведется огромная работа по поднятию всех произведений, которые звучали 20-30 лет назад. Вы знаете, они сегодня очень актуальны, они сегодня звучат по-моему, и люди воспринимают поколение целого выросла и не слышат этих песен. Это вот первое направление. У нас в Библиотеке более двух тысяч произведений, и, конечно, из этих произведений можно выбрать и для армии, и для народа русских, народной песни, и выбрать и странные произведения. Поэтому это первое направление, откуда мы чекаем сейчас и принимаем произведения. Второе, кстати, конечно же, создание тех новых произведений, которые сегодня на конкурсе появляются. Вот здесь будет конкурс, а уже сегодня очень многие композиторы и поэты присылают нам, предлагают произведения, произведения. Одно из таких произведений, может, уже кто-то слышал, «Товарищ Мирный полк», оно появилось очень быстро, буквально перед 9 мая. Написал его Сергей Гаутов, композитор, как он хочет. Вот, и эта песня довольно быстро разошлась по всему. Садился, как мы говорим, по странам СНГ и даже за пределы стран СНГ. Умножленная, прекрасная песня «Товарищ Мирный полк». То есть вот на «Товарищ Мирный полк» появилось очень много песен, и они все прекрасно заслуживают внимания. Потому что вот именно в них есть та истинность, есть тот агрессивный, в котором мы сегодня живем. Мне очень приятно, потому что «Товарищ Мирный полк» и «Товарищ Мирный полк» и «Товарищ Мирный полк» и «Товарищ Мирный полк». Ну вот, то есть религий, который нам сегодня рассказали, я получала еще раз назад, когда ансамбль съезжал в том «Товарищ Мирный полк» и очень как-то сложно добыть новую информацию, лучше участие вот по «Товарищ Мирный полк». Что в этом направлении будет идти? Обновить сайт нашего замечательного коллектива, я вам гарантирую, будет в ближайшее время. Поэтому вы подчеркнули нечто новое о нашем коллективе. Все новое хорошо добыть и старое. Что касается песен, есть очень большой наш звук. «Демляк», «Белорус» и «Семенович Ханок», Музык, у которого, ну, соответственно, все вы знаете, «Подлипасейн», «Тихий», «Пашмаревича», «Ведника». Мы эту музыку постоянно выполняем. Эта песня настаивалась в «Брэдзе» и «Армия». Ну, не важно. Как вы относитесь к этому факту? И как нужно правильно тебе идти? Вот, как сказал батюшка Андрей, хорошо. Нужно чувствовать себя самодостаточным. Не надо доказывать, что ты хороший. Поэтому это очень трудно. Вот как вы, вот, это факт, вот что? Понимаете, это стенирные светлые коллективы, объединенные по светлой вене, там, в честь. Понимаете, а какая-то наследь, упырышись полтора миллиона, понимаете, вдруг, значит, вот министр настранных дел высказался за все население. Вот почему? Я бы не стал говорить, что упырышись полтора миллиона. Каждый человек – это не как то. Дело не в этом. Просто не надо делать из музыки и возьмем монеты в политических каких-то моментах. Ну, еще хочу сказать. Есть такой фестиваль, который ежегодно проходит в Москве, называется «Спаская башня». Это международный военный музыкальный фестиваль. В этом году он появился 9-й раз, в следующем году он появился 10-й раз. Но, к сожалению, за санкции последние два года к нам не приезжают, ну, не все, отец, предстоящий отец стран НАТО. Но, вы знаете, публике это совершенно неизвестно, и потеря абсолютно восполнимая оказалась. Потому что приезжают другие коллективы, полу-военные, из дружбы к нам армии. Приезжают из стран НАТО, но, опять же, дружбы к нам стран. Поэтому люди не заметили отсутствия этих коллективов, представляющих, что их интересы стран НАТО. Что я хочу сказать на этой связи? В ущербе не мы остаемся, это они остаются. Почему? Да потому что, привозя коллектив творческих к нам страну, мы знакомимся с творчеством этой страны. Мы вписываем в себя кто-то лучше, это как футбол. Посмотрите, Исландия, да? Исландия. Весь мир говорит об Исландии, потому что команда, население численностью, я не знаю, как там человек, 30 тысяч человек, да, она вышла почти там в пол-финал. Весь мир говорит об Исландии, это реклама страны. То есть, если к нам приезжал раньше оркестр в Бундесвер, а он к нам приезжал три раза, я встречался и профессионально, я недавно был главным дирижером, я испорь за этим музыкальным открытием фестивалем в Паспепашино. Это только в сентябре, на какой-то точке. Отсутствие этого оркестра ограничивает этот оркестр, а не наш фестиваль. Хотя, конечно, хотим, чтобы другой оркестр приехал, не менее выразительный, в своей субкультуре. Поэтому, конечно, мне кажется, что культура здесь не должна быть виновата. Наоборот, такую картину, что называется, дайте понять всему миру, что, как там, достигать определенные цели в других ипостафиях с точки зрения культуры, все-таки мы остаемся людьми, и на языке, так сказать, музыки можно говорить совершенно откровенно, так я не признаю тебя на русло, потому что, как говорится, музыка не имеет, вернее. В чем музыка виновата? Приезжает, играют в Вагнерах, приезжает, играет в Монстр, в Петховино. Возьму композицию виновата? У меня это просто непонятно в решении. Спасибо за этот вопрос. А, скажите, теперь невозможно... Микрофон, будьте, да, вот этот микрофон. Эта ситуация как-то подвинулась, продвинулась, то есть что-то там, какие-то подвижки положительные есть или нет? Все-таки ипреиники выйдут. Нет, ну, во-первых, у нас как бы уже все укомплектовано в этом году. Что касается следующего года, я не знаю, я надеюсь, что и санкции будут отменены, потому что это абсурд, абсурдная ситуация, невыгодная совершенно, нам она, может быть, в этой мере выгодна, а Рима нам совершенно не выгодна, потому что они, опять же, себя ограничивают, других вопросов, вопросов, нам никакой-то негде даже так продвиваться, заставляет скомпенсироваться на определенных вопросах. Ну, я не хочу, я музыкант, поэтому мы должны решить, не решить, а чушим концерты. Ну, коль вы спросите, я вам ответил. Что касается этого года, вот как есть уже статус хворий, так он уже будет. Ну, как сказал Артихов, Россия не терпится, а все это недостаточно. Вам не слова только, вы стали Артиховы. Добрый день, приветствую. Мы не жанр-стаговому подсказали. Вчера мы увидели в Вашем судьбе на открытии, а мы в Вадим Брёсом. Представили, что у Вас, вот так, он там доходит 256 человек. Разница интересная. Сколько человек перелехало в этом году? 102. Мощь. И скажите, второй вопрос. Добрый день, мне мое недвижимость. По поводу срочников, которые у Вас, это понятно. Ваша немалинная отделка, это неправда? Есть военнослужащие по призыву, это солдаты, как видите, срочники. Есть военнослужащие, которые заключили с армией контракт. Это военнослужащие по контракту, по окончании срочной службы, будучи солдатами. Они окончили службу и оставили военнослужащий контракт. И есть гражданский персонал, гражданский. У нас три категории, представленные в ансамме. Ну, все категории, кстати, очень достойны. И самое главное, что это профессиональный совершенный коллектив. Солдат почти с высшим, неполным высшим или высшим родованием. У нас очень по контракту и гражданский персонал. Они все являются профессионалами с общейшего класса. И когда они стоят этим, мы не можем отличить. Правильно? Ну, правильно. Нет, это вопрос на конкретном содержании. У вас и под вопрос. Потому что я думаю, что с моим коллективом я достану вопроса. Нет? Вы тоже в Прибалтике. Мы вас тоже очень ждали. Вам достаточно задвинили. Все это было так красиво и нехорошо. Мы надеемся, что мы с вами увидимся. И успехов вам, по-моему, до свидания в вашей встрече. Спасибо вам, по-другому. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня тоже из Эстонии. Канал ТВН. Редактор. И давайте сейчас на моем отставке. Товарищ генерал Истар Штоповный, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот вы, конечно, по всему миру даете концерты. Везде вас тепло принимают. А вы чувствуете разницу между всеми разными государствами? У вас везли в один и тот же литературу артами? Есть ли какая-то публика в таком государстве? Ну, пару примеров, чисто таких. Ну, конечно. Конечно, государства разные. Разные, как я уже говорил, субкультуры. Но, предполагая поездку в какое-то государство, что, конечно, ансамбль, безусловно, отличает чаяниями людей, которые там будут. Ну, конечно, популярны русские мелодии. Которые любят, очень не реально говорил. Кроме того, как правило, исполняете песни на языке той страны, в которой есть ансамбль. Как правило, в Китае мы ездили. В Китае, в Китае. Ну, и так далее. Ну, это совершенно, ну, только наш коллектив делает. Это любой коллектив, приезжающий в другую страну, он, так сказать, такой реверант, может быть, делает в той стране. И вот, вот я сейчас тоже у вас. Баски-башни, приезжающие к нам оркестры, как правило, они в своем дефиле делают какие-то русские мелодии. И это вызывает бурю восколько. Потому что, если они поют под русскими, так сказать, буквами, да, они поют с интонацией, это, мы представляем, что это тяжело было выручить. Они стараются, они, так сказать, очень долго готовились. Это, по-моему, такой труд заложенный, который делает нам подарок. То же самое делаем мы. Ну, Геннадий Сенаконович, он больше не ездил. Потому что, я еще раз говорю, я не знаю, но он сам. Поэтому, больше можно сказать. Вот здесь. Я дополню данный вопрос. Владимир Павлович, основное, все уже сказал. Просто приведу несколько примеров. В том числе, когда загружены два вопроса. Первое, вы что ли говорите о репертуаре, о странах и так далее. Если отбросить всю политику, мы довольно часто бываем в Польше. Ну, раз в два года бывает. Так сложилось, что у нас есть император, который заинтересован в отношении между Россией и Польшей. И он развивает культурные связи между странами. Последствием выступлением Александра Александрова. Такое, я скажу, что вот сейчас осень, когда был, может быть, самый пик санкционных всех отношений, сзади было невероятно много зрителей Польши. И, более того, я вам скажу, что много концертов заканчивались, мы даже не включали «Техни священную войну» в программу. Учителя ситуация и так далее. Но, тем не менее, заканчивали культурные, все хорошо, ждал стоя, принимал. И после этого скандировали «Священную войну». До тех пор, пока ансамбль не исполнил «Техни священную войну», зрители не уходили внизу. Вот просто вам один пример. Да, нам немножечко обидно, что мы, может быть, балалайками, баянами напугали страны при Балтике. Простите, пожалуйста, но... Я не знаю, почему такая страна. Но руссконародные люди всегда вызывали... Не балалайками, абсолютно. А дел культуры молчал, мы говорим, что наш министер культуры молчал. Напугали военной формой. Берен Кейнский, на самом деле, сказал, что это же регулярные части российской армии. Это же армия обрезана, захватчика и так далее. Вот что он сказал. Формой. Абсолютное не содержание. Ну что он был уходимать? У нас это... А если министер культуры, женщина молчала. У нас это не дот ли мне, что не плохо. Что не хочешь? То есть вы не грустили, потому что в Ассамбле по численности больше армии и флота. Тоже ли за это? Мы сами это считали местом, мы сказали, что многовато. Еще, например, в Китае мы работали вместе с китайским ансамблем. Правда, там ансамбль министерства внутренние, у нас министерство обороны. Мы завоевали панели. Получился необыкновенно огромный ход. Один было человек 50, и одна около 50. И вот мы выступали в Владовещенске совместным программам. И потом на территории Хэйхэ, город, это четыре панели. И вот совместно били Амурские волны. И это было незабываемое впечатление от работы с нашими коллегами из Китая. Это вот такое сотрудничество, взаимосвязь, проникающее вот как на спаской башни между коллективами. Так вот и в области песни, и пляски. Это просто сближает всех. Это очень приятно работать с творческими людьми со всех стран, когда есть полное взаимопонимание. Вот и я скажу, что со мной артистами мы сотрудничаем. И нам очень приятно, что сотрудничество происходит тепло и радушно. Ну и второе, просто получается как бы развитие первого. Ну вот 40 лет назад у студентом был. Вот, не дайте, товарищи, целые дети красивые мере. Ну и здесь зашла бы Александр Александр. И нам один преподаватель на полном середине. Вы знаете, вот один раз Александр высыпал в поле из пунктов этих обстрадений. Собрался зал, мы знаем, что будет ансамбль. Решили строить провокацию. Нагнажды был на зал моряков поддал их ружей. Ну и как-то там зал шумел-шумел. И тогда помог Александр, а даже был еще. Приняли же и начали исполнить именно этой страны на родном языке. Ну реально, а то для Америки. Ну тут в 19-м году все встали. Вторая песня, ну народная песня. Вот пиратов, моряков, такая какая, не знаю, какая там она. Вот ее собрались. Точно. Ну здесь уже все строили. Ура, не так, как вы видите. Правильно, и все. Правда? Здесь так не происходит. Здесь очень много случаев в истории Александра, когда и политики, и большие деятели других государств совместно исполняются ансамблем Александрова. И калитку выходят. Это бывает не произошло. Просто вышли на сцену, а давайте поем вместе. И поем вместе. Вот. Поэтому в таких случаях довольно много в истории Александра, как вы понимаете, за 90 лет. Естественно, выступая чуть ли не менее каждый день в странах, это вполне реальная ситуация. Спасибо. Плюс я блог, и мы за легенды тоже будем рассказывать. Спасибо. 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 Я представитель самой большой группы из страны. За день, конечно, у нас уже жилая вопроса. И пустили вас. Вопрос такой. Я знаю, что вы, часть вот этих выступлений при Балтийске, должна быть стать частью большого турнея. Где ли еще? Были ли у вас какие-то проблемы, как при Балтийске? И в целом, я знаю, что вы скажите сейчас. Ну, прокомментируйте в целом турнея. Насколько вам удалось сейчас дизализовать? Да, я вот все концерты работал в этом турне. Это была Германия, Чихия, Словакия, Австрия. Потом еще проехали по странам. Луния, Молтавия. Вот, везде. Я надеюсь, что даже удивительно. В Тишиневе. ПОТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...